Смотрите, украинцы и все демократическое мировое сообщество западной цивилизации. С чем сейчас, с кем ассоциируются грузины и граждане Грузии? Прежде всего, с теми, которых их лидер Михаил Саакашвили вытащил из грязи в князья, можно так сказать. Только не в князья паханов-воров закона, а в князья рангово акцептируемых и более-менее равных самим себе европейское мировое сообщество, западную демократию, западной цивилизации. По сравнению с тем, чем была Грузия, это воровской кадлятник, это самая низшая кастово-расово категория людей в Германии, в Швеции, в Магдебургском праве. А Саакашвили сделал ее равными, то есть варье Михаил Саакашвили этапировал, а оставшийся нормальных сделал с этого народа процветающую конфетку, красивейшую страну. Кроме гор, кроме оазиса природного, он сделал ее акцептируемой, своей во всем мире. И что вышло? Что те, которые боролись в свое время за Саакашвили, когда он был лидером, ну все не все, но большая их часть ломанулась на Запад. Что значит в их ментальности, в их головах произошло? Это то, что, ну мы же боролись за Саакашвили, то есть за западный выбор демократии, то есть за западные ценности цивилизации. Вот мы туда и ломанемся, а вы тут херитесь как хотите, как котята. После нас хоть потоп. И вот они приехали. И в Сопоте, в самом центре Сопота, красивейший, красивый ресторан грузинской кухни, в других польских городах. Это все стало благодаря Саакашвили, благодаря безвизу, благодаря рейтингу, рангу грузинов в Европе, той богатой зажиточной Европе. Рынок открылся грузинским вином и тому подобное. И вот они там, на Западе, наплевали на своего лидера, потому что они получили все, что хотели уже. Они вальнули за границу, а вы тут помирайте как хотите. И вот теперь в их стране, потому что это их ответственность, их страна, катуют, то есть измываются, травят. Их лидера, который сделал им добро, он из грязи их приподнял. Теперь им наплевать на все это. Они считают только свои желудки, желудокишечного тракта вместо сердца, доброй воли и вместо духовности ихней. Вся эта духовность их заключилась только в том, как плод ихней борьбы перевооплотить во что? В мане, в бабло, в гельты, ойро и все. Ну, потому что они уехали из совка, но совок в их душах, их ментальности остался. Значит, один, чтобы слишком не выражаться, чмо, так называемый какой-то в дупе психолог, просто какой-то психиатришка, который себе, как кто-то там говорил, прикупил свою, блин, докторскую, шмокторскую, купил свою докторскую, как докторскую колбасу и стал так называемым психиатром. Говорит, что у Саакашвили, Михаила, нашего друга, побратима, нашего украинца, прежде всего, европееца нашего, натовца нашего. А то, что он грузин, это уже второе, потому что мы видим, какой он грузин, потому что мы видим грузин по отношению к нему, к своему лидеру. Дело в том, что вся вот эта психиатрия гребанная, совковая, она училась только на, как и попы гундяевские, так званые, православные, а на самом деле антиправославные. Вот так и вся эта гребанная, смердячая психиатрия, так званая, или психология, так званая, российская, которая основывалась как на вот этом недоразвитении, недоразумении в психологии, в мире психологии, или психиатрии, сказать, Бехтереве, так званым академике, который говорил, что, вы знаете что, мысли, они реализуются, они трансформируются в реальность. Блин, я когда-то этот параши половы начитался, когда-то после школы, еду в метро в Харькове, летом смотрю, такая красотка. И я же думаю, нифига себе, сам Бехтерев говорил, что мысли трансформируются в реальность, блять. И я начал ее мысленно, как бы гипнотизировать, ну, подойди ко мне, там, познакомься, всякие разные другие, ну, вы понимаете о чем, значит, мысли, значит, трансформировал, пытался ее внушить. Ну, это, ну, глупый, ну, подросток я был глупый, а то дедок, которому, именем которого названы институты, всякая вот эта хрень, блять. Того, что мозг может напрямую влиять на материю. Или другими словами, что мысль материальна. Но еще за сто лет до Роберта Джана к такому же выводу пришел другой исследователь, русский ученый, академик Владимир Бехтерев. Его вывод, что мысль материальна, стал лишь побочным результатом другой работы, более масштабной и интригующей. Тайна бессмертия. Бессмертия человеческой личности. Вот, что больше всего интересовало Владимира Бехтера. Потом второй его защитник говорит, уже тоже какой-то прикупивший докторской колбасы, бля, диссертант какой-то сраный, говорит, что, блин, народ трансформировал свою мысль во время так званой Великой Отечественной войны, а на самом деле Второй мировой войны, трансформировал на победу, и поэтому СССР победила. Мысль, безусловно, материальна. И мысль, она действует на окружающий мир весьма эффективно. Юрий Попов, профессор, руководитель научно-исследовательской группы Московского инженерно-физического института. Вот как мы победили фашизм? Потому что у миллионов наших граждан был четкий посыл. Враг будет уничтожен. Победа будет за нами. Миллионы так думали, и мы сломали самую страшную машину в мире военную. Мы уничтожили фашизм. Юрию Попову и его единомышленникам удалось, как они уверяют, создать прибор, который регистрирует работу сознания человека. То есть он не говорил, что, блин, ленд-лиз был. Не говорил, что коалиция дралась с гитлеризмом, с фашизмом. Он этого не говорит. Он говорит только то, что нравится. Спи, моя красавица. Кремлю нравится. Вот быдлу от низов до верхов плодят. Вот эти бехтеревые, шмехтеревые. И их продолжатели, которые только одним делом занимаются, лохотроном, лохов, сборища на мясо. Чтобы они исполняли все, что нравится этому Кремлю. Вот они, вот эти чмобики, и исполняют. Не понимая, что их жизнь обогрена кровью, прежде всего, Христа, их и нашего Бога, Господа нашего. Обогрена их жизнь и их творение, их организм, то, что Бог дал им волю, интеллект и тому подобное. Они наплевали на все. И все это перетрансформировали, как говорил им Бехтерев. Подпорядкували, подчинили Кремлю установкам, мотивациям Кремля. Ворам, ворам, выше над всеми законами, ворам. Которые прогуливают потом эти бабки, сами понимаете, где? В цугундрах. Вот так и грузины были таким же самым народом. С такой самой мотивацией. Но их Саакашвили вытащил. И они теперь вот так вот благодарят своему и нашему лидеру так уж. Какая низость и какая подлость. Но есть на их счастье, значит, как бы, так сказать, и грузинам оправдание их низости и подлости. Это простейший бехевьюризм на грани животной лимбической системы. Что их как человека и их как народ, как нация, единицу, человека единицу, значит, этот человек думает, как он руководствуется и почему случаются вот такие предательства массовые. Чуморизм, якобы деменция, помешательство многомиллионное, когда они не могут и не хотят, и как бы боятся что-то предпринимать, освобождая своего лидера. Почему так происходит? Очень просто, что первый организм как человека-единица, это была Чечня. То есть не Кадырстан, а Чечня-чеченцы, которые приняли, как бы, одни из первых на себя удар воровской путиновской российской КГБшной федерации. Были стерты с лица земли, разграблены, изнасилованы, убиты тысячи и тысячи, сотни тысяч чеченцев. И все, да. Что их после этого? Их предали. Кто предал? Да это уже без разницы кто. Они где стали? В НАТО? Они что, после своей борьбы за независимость стали жить, как кот в масле? Нет. Значит, они были настолько малы, ну, настолько малы, слабы, но боролись, не было вооружения как такового у них. Но все равно они боролись. Но мир их оставил. Оставили их также и грузины, и украинцы. Я не говорю по цепочке, кто следующий. Ну, вот так вот, мир их оставил. И что произошло с Грузией? Все практически то же самое с одной разницей, что грузины это наши братья и это христиане. Это наш братский христианский народ. И это далеко не белорусы. К сожалению. И произошло то же, что вот они, грузины, страдали, страдали. Над ними издевались, издевались. Подошел авианосец, буш, или еще какой-то. И только тогда с натяжкой, с оттяпыванием территорий исконных грузинских, согласились на перемирие. Естественно, я же говорю, те, которые пламенные борцы были, они разъехались по миру. А те, которые не пламенные, они подумали, да нафиг оно нам надо. Мы что, будем за всех лямку тянуть? И вот теперь, по логике массы народной, как и одного человека, и одной человека-единицы, не дай бог, чтобы такое произошло с Украиной. А чтобы такое не произошло с Украиной, нужно ее поддерживать. Чтобы она стала камнем не только преткновения, а камнем, который станет на этой территории, в этом огромном регионе, вездесущим камнем, который переучит историю всей этой рашки, воровской, недоразвитой, как мы видим с историей, коленоподданческой, холопской и тому подобное. Так что, вот такое второе, как бы, плюс для биомассы, как человека-единица. Братья грузины сражаются за Украину, так же, как и братья украинцы сражались, но их была малочисленность в Грузии и в Чечне. А остальной народ подло, по всей сути, ждет своей очереди. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...